Подготовка к экспедиции, изучение местности по картам, а главное – ответственная команда. Антон Казнецов вместе со своим поисково-спасательным отрядом отправляется на новую точку на раскопки. Им предстоит большая аналитическая работа и кропотливый труд. Пишут поисковикам – помогите найти место захоронения. Пишут со всей стороны – вот вы работаете в Московской области, а вот в битве за Москву у нас пропал прадедушка, а вы не знаете ли где. И начинаем как-то эти истории раскручивать и людям стараться помочь. Это кроме своей непосредственной задачи, то, от чего, собственно, интерес, от мальчишеского интереса к исследованиям, раскопкам. Собственно, большинство людей так и приходит в поиск от интереса к истории своей родной земли. Именно поисковики, несмотря на зной или холод, берут в руки лопаты, щупы, карты и архивные документы и отправляются в свой поход. Увековечение памяти и восстановление исторической справедливости – именно это и является главной задачей для Антона и его отряда. Бывает, что мы там и реконструкцию блиндажей делали, и, например, на партизанской базе мы раскапываем землянки партизанские полностью, сплошняком, чтобы увидеть, как они были устроены. Там сохранились бревна, деревянные конструкции. Мы видим, как это между собой соединялось, где лежанка была, где печка. То есть в исторических научных целях мы это делаем методом такой тоже военной археологии. За годы своей деятельности отряду удалось найти и перезахоронить десятки бойцов, оставшихся на полях сражений в годы Великой Отечественной. А в некоторых случаях и восстановить многие исторические эпизоды боёв. Также добровольцы создали и развивают электронную книгу памяти. Совсем скоро начнётся новый сезон. Китиш будет проводить разведки и экспедиции на территории нашего округа. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».